В столице республики представители руководства региона, города, ветераны, общественники также отдали дань памяти всем погибшим в те страшные годы. Каким помнят первый день войны ветераны? Об этом расскажет Саргулана Захарова. Петр Конкин, участник двух войн Великой Отечественной и Советско-Японской, как вчера, помнит события 76-летней давности. 22 июня он с отцом возвращался с охоты с лесов Иркутской области. Тогда ему было всего 15 лет. Приехали вечером, приплыли на лодке, спустились вниз по реке Зиме и тут услышали поселки, значит, нам говорят, началась Отечественная война. Вообще-то в воздухе уже пахло грозой и некоторые старики, я как помню, значит, говорили, что, наверное, будет скоро война. Тогда казалось, что война не продлится долго и советские войска быстро освободят земли от захватчиков. Однако она затянулась на целых пять лет. Начались тяжелые времена – голод, болезни, потери. В 44-м году мобилизовали и молодого 17-летнего Петра. Спустя год, 9 мая, он вместе со всеми радостно встретил Светлый День Победы. И вроде бы все – мир. Но для сотен тысяч советских солдат и для него война продолжилась уже в Японии вплоть до сентября 45-го года. Сегодня в память о всех погибших и старый млад несут цветы к мемориалу, доказывая, что, несмотря на все попытки переписать историю, никто не забыт, ничто не забыто. Мы ветераны более младшего поколения. Чтим наших отцов, дедов, прадедов за их подвиги. Благодаря им, конечно, мы живем на этом свете. Сегодня было много молодежи, детей. Так и должно быть положено. Дети должны знать своих героев, хотя их осталось уже совсем мало. Но, тем не менее, с каждым годом всего больше к этому идет интерес и поисковой экспедиции, и по местам боевой славы. Это должно быть, это замечательно. С каждым годом живых свидетелей тех страшных времен все меньше. И тем важнее становятся такие мероприятия, чтобы молодое поколение, ради будущего которых наши деды жертвовали своими жизнями, помнили и не забывали этот великий подвиг. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.